доброе утро 4 30 утра выезжаем в ангалор а там поезд до варанаси двое суток вот так 4 30 утра выглядит наша четроварти рот я сейчас зашла ваш рам взяла немножко вебхуте обошла вокруг ганеши вот священного пепла немножко взяла ашрамного и уже там сидят на омкар медитацию люди в линиях жизнь вовсю кипит цветы продают кокосы людей в ашраме много и такие бодренькие и автобус наш уже пришел на 5 часов утра у нас куплены билеты саши уже сидит в автобусе ждет меня и вот саши тоже пошел еще есть полчаса до отправления автобуса пошел тоже ваш рам попрощаться с дальнейшей и какая-то делегация большая куда-то идет еще без десяти пять может быть может быть к доктору рао на йогу одни мальчишки саши не взял свой веер с матрешками говорит боюсь потерять взял простой роли шо вы роли до а теперь девочки пошли женщины женская группа но они как будто спортсменки а тенге спортсмен вон в одинаковых спортивных костюмах саши иди спроси асгдем так какие-то миссии нет но правда заинтриговали опять парни белый европейский парень азиатские парнишки да я думаю куда-то на стадион на крыше ураус только не поместится народу то гору пурни может 19 будет и скорее всего да будет большая опять праздник на стадионе и возможно будут дарить цари опять местным людям ну и тем кто попозже под раздачу ну все поехали ровно пять утра а делегаты идут и идут и идут это вот за молодежная с молодежного фестиваля вот они видимо все все кто приехали со всех стран идут на стадион готовится гуру пурнима к праздникам сейчас посмотрим чашечкой чая с утра или кофе я тоже кстати целую бутылку себе кофе сварила перемешку их уже сотни прошли я была права делегаты идут на стадион обычно с утра я вижу когда перед какими-то праздниками репетиция если утром рано поднимаюсь на йогу еще в темноте они репетируют уже на стадионе у них там освещение вот за этим зданием там огромный стадион и музей читания джойте ну а нас буру пурнима ожидает варанасе полнолуния 19 будет у нас булка упали на гору у крылья таким пуховым одеялом красота и приехали на место завтрака я хочу идти ровно через два часа приехали вот такую вот бринда авангарден называется ну не знаю так отель это я особо не вижу но вот столовочка 7 часов утра здесь а вот можно взвеситься кстати да ни за что да ни за что за свои деньги стресс мне идли ага и в туалет можно сходить естественно вот там вот туалет вот эта дорога очень странная который раз я замечаю вот мы сейчас проехали два часа ощущение что час и самого первого раза когда я поехала этой дорогой с путапарте в ангалор 5 часов пролетали как два с половиной а два как час и вот этот утренний автобус он очень хорош который на 5 утра он не заезжает маленькие деревни поэтому до бангалор он доезжает быстрее на час чем следующий автобус мы должны успеть на наш 10-ти часовой поезд в 10 05 у нас варанасе поезд хасбенд хасбенд он думает что я это иностранка привыкла села чтобы меня обслуживали думает не знаю и поэтому подошел мне помочь сообщить что здесь другая система но я показала что я знаю что надо купончик купить и принести еду самообслуживание короче он себе взял укмор и да 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 я подвинусь возле держит это кашка укма и сладкая вот это халва которая из манки делается они и называют а мое и для халма читли юно и 30 рупий здесь сидли а ваш раме это 12 3 штуки диспорт 40 рупий вот это вот 40 это файлы ли сэванси вот в итоге на 70 до ваш раме я смогу там на 70 трудно три дня кушать вот он аппетит все приятного аппетита что ты купил покажи times of india а внутри что-то еще какая-то газета включена 5 рупий стоит вот это times of india ну а это вот немножко бангалора а вот двухэтажный автобус называется свитер бас и вон на втором этаже они спят наподобие как купельный вагончик или плацкартный 1 и 2 этаж вон детки торчат в окошечках но мне не нравится на слиперов спать дороги платные мы уже второй раз платим ну вот хайвей здесь платные вон на байке цветочков много везут впереди розы сзади вот как быстро идет утренний автобус мы выехали в 5 8 20 мы приехали но это вот 5 часовой остальные часа на полтора подольше да и дуэдом наши борются за права окей скромозди короче он там разругался со всеми вплоть до полицейских потому что рядом с припаять такси тут приехали на вокзал доехать только же железнодорожного вокзала будут обогнуть и эти припаять таксисты и сам полицейские говорят что это 100 рублей стоит на самом деле вот чались 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 40 вот он с ними потратил пять минут чтобы поругаться с чувством выполненного долга едем на вокзал но тут совсем ничего правда мама вот этот вот тяжелый о боже ну-ну this is easy я тебе не дам very good professional professional very good thank you thank you о мамочка а что держи 10 easy за 120 он нас и в вагон засунет строй лайф мы когда загрузили еду у нас вот в этой в этой сумке еда и саши говорит может нам ее не надо вряд ли чего оставлять то у нас там и арбуз и папа и помидоры хлеб рис в общем все что было мы все забрали и как его воды 4 бутылки оказалось что аж две сумки ну на двое суток и нас четверо вот он говорит хорошо мы будем жить королевской жизнью возьмем себе носильщика это он называет royal life когда мы берем носильщика помощника надо позвонить нашим попутчикам сколько яиц везут ресторан наверно приедет поезд в ресторан загрузят для завтрака с тунтой на вообще ведь а посадили с голой попой прямо сюда покакал такой она его пересадила дальше как они очень мы уже на платформе 840 мы уже на платформе дитя стоит опять же с голой попой ждет маму вот это привезли видимо для вагона ресторана еще а нет груза 2 человека пролетели 35 тысяч километров на маленьком аэропланчике вот так ну чего будет она смывать будет будет обу-даби абу-даби не играет он еще один малыш а ума мальчик божий на молодец хоть воды принесла я думал так и оставить rain on water он говорит как будто дождливая погода мне нравится главное вот это вот все сейчас происходило не никто слова не сказал что это вы тут на платформе уселись она ушла никто даже не заволновался вымоет не вымоет одной мне плохо ну вот выкинула ну и саша еще плохо вон 12 студентов делали селфи и 2 утонули 10 пытались там помочь в общем короче 2 исчезли пропали они соскользнули такой суетился суетился чемоданы перетаскивает а потом говорит а ты чё не снимаешь-то вон поезд уже идет думать чего это он бегает туда-сюда с каждой сумкой ну а вот наши попутчики сюрприз-сюрприз татьяна и джай гоу ту варанаси вот это не знаю что за вагон такой а вот это вот наш класс лишь дешевый но не сам а нет это не наш это самый дешевый по моему нет подожди это уже наш класс наши а вот это вот дорогой класс да подороже который стеклянные окна эйр кондишен вот вы на листах список кто там живет а вот это пошли слиперы поднимайтесь я возьму я возьму так наш с 2 вот список пассажиров наш номер 9 и 12 нижние полки поезд идет из майсура в варанаси поэтому там уже все расположились сейчас нас встретят занятыми нашими местами а мы будем ну ничего да мы эту проблему решим несправедливость эту разгребем и вот я похожа 9 и 12 должны быть наши ирина плеснина 12 жай кумар таня и ты имеешь право пошли напечатали да что-то их тут много уже нет нормально саши не так много просто наши да а их боковые боковые лучше потому что мне нравятся больше а нет есть ага мне нравятся боковые потому что у них два этажа а у нас три этажа и вот это вот задворки Бангалора такие грязные улочки стекает вода ну как бы не река стекает а вот грязная вода и вот здесь вот вдоль вот этих домов течет и строятся новые дома возле железнодорожной станции не знаю я бы не купила если уж есть деньги на квартиру то не так вот возле железной дороги возле такого грязного района ну их полтора миллиарда практически конечно раскупят ну что это вот рукой подать постоянный шум грязь ну может быть не миллион конечно долларов но дорогие здесь большой город дорогой город вот метро прямо проходит вот тебе получается и метро вот написано метро метро Дарлинг метро 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 у них не под землей а наверху вот так вот значит будет громыхать железная дорога и метро нет не купила бы даже просто наверное в подарок бы не взяла не в подарок бы взяла и продала бы мы возвращаемся назад как бы и вернулись в Андропрадеж из Карнатоки а поездка тихая такая спокойная не общаемся тихие люди рядом часто бывает такая скучная довольно-таки поездочка скоро они будут выходить 5 часов большая семья в соседях очень большая так много багажа тоже едут в Баранасе Танюшка вон закрылась за навесками шимейк правит за навесками снизу и сверху ее раздражает что все смотрят а нечего быть красивой такой потому что нечего быть красивой такой с одной станции вот где они вот гранаты продают целыми такими большими пакетами по 3 килограмма по-моему 100 рупий стоит пакет вот стоит парнишка продает привет привет I am fine thank you по freuen а extent 그게 thank you I am fine less than the tally купил что-то да скажи попробовали а он сверху сейчас я сниму чон там есть а я пока не голодная говорю съешь что останется вон аппетит да королевская жизнь ланч тайм это пачкается под нее положите какой-нибудь листочек ну нормально идет бизнес вон раскупили видимо гранаты дождь начался но мы читали в интернете что вороносе дождь взяли зонтик и плащ взяли изюм продают но теньки у танюшки фобия танюшка удорожает свое жилье делает из плацкарта купе да двухуровневая как в москве у тебя привычки барские и вот такой вот здесь еще разносят кроме тех больших мешков по три килограмма по 10 рупий разносит такие маленькие и трудиться не надо я так не люблю очищать гранаты уже очищены такой карри правда я уже доела практически рис 2 карри и сладость вот такая вот халва утонула в соусе нечаянно 90 рупий вот нейм тыс как дико я так дико я отжигая так дико я угостили меня так вот такими так дико я не так дико как дико как дико как дико я деньги 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 амма делала вот бабушка я правда сытая окей айвили я правда сытая но попробую very good very tasty what inside ага я гривень поконата гармик поконат ночью вкусно очень вкусно сладко very good sweet thank you ммм это сладости целугу оттуда закончилось общение на этом и закончилось да спросили куда едете зачем едете все и конечно как всегда соседи такими хорошими запасами и угощают нас вечеринка чипсы рис воздушный еще что-то мы сейчас проехали было одно вспаханное поле и на нем сидели сотни зеленых попугаев вот вообще не успела камеру достать так красиво было а вот семья что отверт свежу семья поет вечерние баджин и четыре сестры вообще 7 сестер они едут в баранасе у одной сестры умер муж но маму этого мужа она везет с собой вот так дружно и вечер так заканчивается баджинами а мне эту поездку 50 часов очень скрасила вот эта книга чарльза литбитера жизнь после смерти она ну я говорила иногда про него вот эта книга из нескольких книг состоит жизнь после смерти невидимые помощники астральный план ментальный план хорошо очень пишет как состоит из чего состоит эти планы тонкие вибрационные планы как уходить что такое смерть вот сознание будхи очерки доисторических доисторических цивилизаций будущее теософического общества как человек впервые вступает в небесную жизнь ой папочка никто тебе не поможет ну и вот из чего состоят обитатели обитатели астрального мира например человеческое население воплощенные существа находящиеся во сне или в трансе невоплощенные качества необходимые для достижения как человек впервые вступает в небесную жизнь седьмой под план там про мыслеформа про всякие очень интересная книжка я ее главный уже десятый раз читаю и десятый раз нахожу десятый раз нахожу себе то что я не усвоила не освоила или то что я стала понимать видимо когда-то не понимала вот про кораблекрушение катастрофы я здесь писала рассказывала как-то один раз в общем кому будет интересно я очень рекомендую потому что он пишет очень понятно